Жители дома по адресу Котельникова 7 возмущены состоянием придомовой территории. Внешний облик портит мусор. Со слов местных, существует угроза возгорания пожара или получения инфекционного заболевания. Я делала заявку по поводу того, что забиты мусоропроводы и у нас протекала труба. Засор был канализационной трубы в подвале между четвертым и пятым подъездами. Приехали сантехники трубу почистили, мусоропровод как был, все мусоропроводы забиты. Часть он приехал после обеда закрыл, а часть те, что открыты, мы можем посмотреть. Содержимое баков не вывозили с прошлого года. Мусор из переполненных контейнеров разлетается по тротуарам, а ответственные за своевременное опустошение емкости неохотно выполняют свою работу. Жильцам приходится страдать от невыносимого запаха в подъездах. Они требуют от управляющей компании убрать территорию, но их жалобы игнорируют. Такого безобразия, такой грязи, такого отношения этой управляющей компании «Союз Домстрой» никогда у нас не было. Были у нас и другие управляющие компании. Вот уж с ноября месяца, как произошел этот ливень, вот этот ледяной, ветки не убираются. Вот целый месяц все стоит, вы сами видите, на детской площадке, около подъездов, грязь, мусор, около мусоропроводов. Обращаемся мы постоянно в эту управляющую компанию. Так сейчас начали даже и телефон отключать. Из-за большого количества скопившегося мусора расплодились крысы. Местные жители опасаются за здоровье своих детей. Рядом находится детская площадка, где частыми гостями являются грызуны. Из-за того, что не чистятся мусоропроводы, очень много крыс. Крысы гуляют и по детской площадке. Неоднократно мы просили пригласить службы потравить крыс. Все заканчивается обещаниями. Жильцы многоэтажки в надежде получить помощь написали письмо на сайт администрации Приморского края. Им ответили. Уборку мусора на территории дома номер 7 по улице Котельникова сотрудники обслуживающей и управляющей компании проведут до конца текущей недели. То есть убрать мусор должны были до 28 марта. Но управляющая компания и на этот раз свое обещание не выполнила. Директор Першуткин не выходит на связь. А если выходит, то искажает информацию. Я звоню, обещала нам нового дворника. Я звоню 9 марта, спрашиваю, вы привели нового дворника показать ему всю придомовую территорию? Он сказал, что нет, что он ничего не обещал. То есть он периодически нарушает свои обещания. На наш звонок генеральный директор Союз Домстрой Константин Першуткин не ответил. Поговорить о проблеме многоэтажки на Котельникова 7 удалось только с диспетчером управляющей компании. Вчера были заявки до этого дома. Я их передала по назначению. Хорошо. Я вчера делала заявки по поводу того, что забиты мусорные кабины. Вонь из-за этого в подъездах. Почему не вычистили? Я передала эти заявки. Могу уточнить? Вы сказали, что будут выполнены. Мы сейчас здесь. Инициативная группа жильцов дома. И я спрашиваю, я вчера сделала заявку. Вы передавали Першуткину? Да, я передала. Что он вам ответил? Вы почему молчите? Давайте я перезвоню. Жители написали ряд обращений в разные организации. В дальнейшем готовят заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор. Алина Черненко, Екатерина Князева, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.